Всем здравствуйте! Вы на канале Светлана Герасимова, её гости, и у меня Юрий Шулипа. Значит, прошу извинения, что я тут немножко вас тут со временем передачи спутала. Я не виновата, Юра тоже не виноватый. Он всё это время был на работе, он только что вернулся с работы. Он подтвердить мне, передать ничего не мог, и в общем мы здесь. А передача, кстати, будет интересная. И кто не пришёл, тот будет виноватый, сам перед собой. Юр, здравствуй! Да, привет, это моё традиционное приветствие нашим длительным слушателям, но только я единственное тебя подправлю. Я не пришёл с работы, а наоборот пришёл на работу. Ну ты с одной работы на другой пришёл, ты многостаночник. Вот будем так говорить. Смотрите, велика Украина, а должность почётного консла Чеченской республики Ичкерия в Украине одна. Смотри-ка ты как, кто самый скромный в нашем классе? Я и ещё дружок мой, Вася. А Юр, и так получилось. Ну это бог с ним. Юра, вот мы с тобой с чего начнём. Смотри, что-то сильно много пессимизма и паники вокруг Украины. У меня вот сегодня был один спикер, правда он в России живёт, внутри России. И вот ты знаешь, столько нагнал пессимизма, что Россия, вернее, что Украина не сможет ничего, Украину все бросили, Украина скоро сдастся, и не будет Украины, всё будет Россия. Ну давай, комментируй, Украине, что ли? Дело в том, что спикер озвучил правильно то, что желают на России. И я с ним абсолютно согласен. Там желают и уничтожения Украины, и других стран, и фактически уничтожения всего мира. Полная антизация и погружение мирового сообщества в ВАД. А в реальных планах нет. Этот год, я уже неоднократно говорил, нашим зрителям и слушателям сообщу, если идёт речь о стратегическом прогнозе, то он, как мне представляется, станет годом средней пророссийскости. Что такое средняя пророссийскость, это статус-кво, тот, что уже агрессор достиг, захватив наше время на оккупированной территории, стабилизация фронта на определённое время до момента нового украинского контрнасвилия. Вот таким образом я вижу военную обстановку 2024 года именно в Украине. Но я бы в такой ситуации больше беспокоился бы сейчас не за Украину, потому что украинские линии фронта стабилизируются, а именно за страны Балтии. Потому что они слабое звено. И причём на фоне заявления известного многоуважаемого генерала Бена Ходжеса, который сообщил в Вильнюсе на одном из международных мероприятий по безопасности о том, что в Литве, Латвии, Эстонии в случае на них нападения Москвы до принятия решения об их защите со стороны НАТО, то есть введение в действие пятой статьи Вашингтонского договора, но нужно более 20 дней. То есть таким образом сам генерал сообщил, а практика, я напомню, кстати, введение пятой статьи НАТО, она была очень неуклюжая. Один раз после террористических актов 11 сентября 2001 года одной из международных террористических организаций против Соединённых Штатов Америки. И то тогда тоже очень долго был консенсус, и решение было принято именно по применению статьи пятой НАТО в данном случае, создание, опять-таки, коллекционных войск на базе того же самого НАТО с очень глубокой задержкой. Поэтому мы можем сделать вывод, что сама по себе статья пятая договора, точнее сам механизм реализации статьи пятой Североатлантического договора, но и четвёртая, наверное, в том числе, тоже нужно её подключить, он не соответствует военным вызовам и угрозам, которые сейчас в настоящее время существуют со стороны Москвы, но и вообще он не соответствует реальной действительности. Потому что ещё то, что государства Литва, Латвия, Эстония очень маленькие, они уязвимые, и с точки зрения Москвы, вот как зритель наш слушатель сказал, что Москва всю Украину захватит, уничтожит, вот так же абсолютно Москва хочет захватить и уничтожить Литву, Латвию, Эстонию, осуществить геноцид народов данных стран и их фактически уничтожение. То есть, в планах по Москве, ещё раз повторяю, сделать со странами Балтии то же самое, во что Москва превратила часть Восточной и Южной Украины. Значит, пишет Антон Петров, Трамп сказал, что не даст ни копейки помощи Украине. Вот, Юр, Трамп будет ещё через год. Сейчас мы имеем Байдена, который фактически кинул Украину. И может быть, даже он сейчас и хотел бы поправить положение, но он уже не может ничего. Давай про Байдена поговорим. Про Трампа ещё успеем. Трамп через год и будет или не будет вопрос, что на него-то сейчас валить. Ну, смотрите, изначально политика Соединённых Штатов Америки на постсоветском пространстве в отношении Украины, она была обозначена ещё весной 2022 года Салливаном и Бёрнсом, о поражении Украины. Но под вот этой указанной формировкой поражения Украины в Соединённых Штатах Америки понимается не поражение России. Почему? Потому что здесь действительно в данном случае политика нынешнего, военная оборудованная политика, нынешняя администрация Соединённых Штатов Америки строится на том, чтобы не дать в этой войне бурлигахте России и Украине, двум странам. И это как раз таки, как я называю этот курс, потому что вот некоторые коллеги юристы его называют внешнеполитический курс США с этим курсом статегической неопределённости. А я его, наверное, называю курс на выдерживание пророссийскости. Вот администрация Соединённых Штатов Америки в лице Джорджа Байдена и его коллега, она вот начиная не то, что с полномасштабного вторжения, а фактически я глубже скажу, с момента прикода к власти демократической партии в лице президента Соединённых Штатов Америки Барак Обама, который всё слил и который также несёт ответственность за развязывание, точнее, за планирование, подготовку, развязывание День Москвы 4 мировой гибридовании против коллективного Запада, который уже длится с 20 февраля 2014 года, он ослаблял и разрушал международную безопасность. То есть, Обама, это был самый антиамериканский, антиевропейский и, соответственно, антиукраинский предпрезидент. Я напомню, что Джордж Байден тогда был помощником, точнее, не помощником, он был и вице-президентом, и Соединённых Штатов Америки, и отвечал как раз-таки за взаимоотношения с Россией и Украиной. Нужно об этом вспомнить. И поэтому вот эта политика на выдерживание пророссийскости, это фактически, вот ещё раз, обамовская политика, то есть, просто удерживать статус-кво, абсолютно наплевав на то, что происходит с людьми. То есть, им плевать абсолютно, что Россия фашистское государство, фактически с каждой неделью оно становится всё более фашизированным. Там идёт массовая и массированная фашизация населения, пытки, репрессии, убийства, подготовка к большой кондициональной войне идёт, убивают политических заключённых и оппонентов действующего преступного чекистского фашистского режима. Абсолютно наплевать. То есть, скажем так, при Байдене, я считаю, это одна из самых безнравственных политиков. Одна из самых безнравственных политиков. Ну и президент, точнее, вот бывший президент Соединённых Штатов Америки, он и не кандидат президента Дональда Трампа, он ничего абсолютно не говорит по поводу своей внешнеполитической концепции, как он видит победу Украины. По одной простой причине, потому что у него пока что такого видения нет. Но зато он сделал холодный душ, и я считаю правильно, в том плане, что, ну опять-таки, он сказал, что в данном случае слишком цинично, что вот, обращаясь к странам НАТО, которые не платят в полном объёме взносы, в эту организацию, что, мол, если не будете платить, то я на вас натравлю Россию. Потому что Россию ещё не надо натравливать. Россия уже на страны НАТО давным-давно натравлена, объявивая в своём законодательстве 49 стран, так называемыми недружественными странами. Она ещё уже натравлена, поскольку те страны, которые России объявлены в качестве недружественных, это страны, потенциальные жертвы российской агрессии оккурупации. И вот в этой связи, я считаю, необходимо поддержать заявление президента Франции Эммануиля Макрона о создании коалиции вооружённых сил в защиту Украины. И я, кстати, хочу нашим зрительным слушателям сообщить, сегодня на официальном сайте правительства Чеченской эксплугией, Ячкерии, за подписью главы кабинета министра в Ячкерии Ахмеда Закаева вышло заявление, которое полностью поддерживает коалицию в защиту Украины. И в том числе вооружённые силы Чеченской республики Ячкерии также выразили своё желание присоединиться к этой коалиции. И, посмотрите, тут нужно, как мне представляет, чтобы это заявление Макрона не ушло прожняком. Вот как только начнутся какие-то, в данном случае, подвижки, то тут не только страны европейского сообщества и партнёры НАТО должны принять участие в этой коалиции. Но также, соответственно, и представители национально-освободительных движений и тех народов, которые сейчас воюют за Украину. Ну, это, например, белорусы, пожалуйста. Они тут тоже могут войти, потому что преступный и лукашевский режим абсолютно нерегитимный с точки зрения международного права. И даже действующего, самоводящего законодательства республики Беларусь. Потом, соответственно, вооружённые силы Чеченской республики Чечкерия, вооружённые силы Татарстана, которые здесь сейчас планируются, Сибири, Ингушетии, ну и Ингерманландии, кстати, тоже нужно Ингерманландцев в этой связи упомянуть. Да, действительно, что должна быть создана такая широкая коалиция. И мы очень довольны, почему? Потому что, ну, вот исторически Франция, она любит, приятно удивляет. То есть Франция, она может, вот как Макрон очень долго колебался, пытался, прошёл целую эволюцию, у человека прошла, действительно, целая эволюция сознания. Как он бегал перед Путиным, унижался до полномасштабного вторжения, выполнял роль статиста в нормандских договорниках, собственно говоря, чем он и создавал вот эту дымовую завесу, как мы юристы называем, туман войны, для того, чтобы дать возможность Москве накопить свои военные силы и средства с целью осуществления полномасштабного вторжения в Украину. И теперь он абсолютно выдаёт здравомыслящие речи. И почему, кстати, такая коалиция важна? Потому что, действительно, лучше, уж пусть сейчас, хотя бы вот в этот год, что важно, чтобы хотя бы до конца этого года вооружённые силы Украины, скажем так, накопив, ну, скажем так, как подтянул свои человеческие ресурсы из самих городов Украины, так, соответственно, и различные иностранные добровольцы и вот эта военная коалиция, войск, которые создаёт Макрон, они вполне могут, опять-таки, использовать только одно французское вооружение, осуществить на одним из участков фронта прорыв и, действительно, начать хорошее, активное контрнаступление. И почему, кстати, оно важно? Потому что, ну, опять я наших зрителей-слушателей хочу обратить внимание на следующий фактор. Даже, скажем так, это закономерность будущего. Как только фронт в Украине стабилизируется, то Москва тут же начнёт, войдёт в активную фазу подготовки к Блицк-Ригу по захвату Литвы и Латвы и Эстонии. Первый удар, я уже неоднократно говорил, будет, конечно же, на Ригу, потому что у Москвы существует два сценария захвата. Первый, уже говорили, гибридный сценарий с акцентом на агентуру, где агентура будет играть основную роль по аналогии с так называемым крымским сценарием по оккупации автономной республики Крым и попыткой взять Киев за три дня малыми силами с большим акцентом на внутреннюю агентуру. И второй вариант, это, конечно же, военный Блицк-Риг. Я уверен, процентов на 99, но как минимум, что гибридный сценарий захвата стран Балтии и Москвы провалится. Не так много там агентуры, не такая она влиятельная, и уже эти государства, слушая нас, то, о чём мы говорим, мы указываем этим странам через наши эфиры на слабые точки в оборонении безопасности, они будут необходимы меры предпринимать. А вот следующий военный сценарий, Блицк-Риг, он может очень достаточно быстро проследовать за сценарием гибридного, за неудавшимся сценарием гибридного поглощения стран Балтии. Но, опять-таки, уже характер этого сценария, вопросы безопасности, политета и так далее, лучше рассматривать немножко позже. Почему? Потому что когда, то есть это всё целесообразнее рассматривать тогда, когда на границах со странами Балтии накопится примерно группировка от 150 до 200 тысяч российско-фашистских захватчиков. То есть тогда, когда уже там будут размещены ударные группировки, мы можем подробно, ну, не то что подробно, но более уже подробно и глубинно обсудить военный сценарий захвата стран Балтии. Хорошо, Юра, ты уже тираду. Юра, вот с той войны начиная, да, которая уже скоро веки исполнится, Европа чересчур уютно устроилась под зонтиком Америки и ровным счётом ничего или почти ничего, чтобы быть объективным, или недостаточно предпринимала для собственной безопасности. Где войско вот это европейское, общеевропейское, где готовность Европы совместная защищать саму себя. Вот есть ВСУ, украинское единственное войско, и больше нет ничего. И вот ты знаешь, что я думаю, Трамп, вот он очень резко высказался, но он правильно сказал. В конце-то концов, нужно Европе начинать думать за себя, или она так и будет ещё сто лет под крылышком Америки сидеть. Америке это надо? Америке это не надо. Смотрите, это дело в том, что циничные, в этом заявлении есть определённые доли циничности. По одной простой причине, что Соединённые Штаты Америки это лидер международной безопасности. А кто её туда назначил? Посмотрите, Соединённые Штаты Америки являются, в отличие от России, на законных основаниях, постоянным членом Совета Безопасности ООН с так называемым правом вверх. И Россия там же? И Россия там же? Россия неправомерна, потому что в уставе организации нации нет такого члена ООН, как Российская Федерация. Поэтому Соединённые Штаты Америки в силу, скажем так, их транснациональных различных инструментов, то есть тех же самых систем SWIFT, индивидуальная юрисдикция, вооружение, экономики и прочих различных критерий несут повышенную, как это сказано, кстати, в первых строках. Идут паровозиком, да? А вы все на них едете. А вот Трамп не хочет, чтобы вы на них все ехали. США изначально, тогда, когда формировалась НАТО, изначально было, есть и продолжает оставаться локомотивом НАТО. Но что касается армии стран Европейского Союза, которые не платят взносов НАТО и не участвуют в каких-то мероприятиях и так далее, то да, здесь действительно все эти страны должны платить на нормальные взносы. И сейчас у нас в мире важнейший паритет для умных. Умные люди на чем остаются? Некоторые говорят, какой-то несут ересь постоянно, то какие-то пандемии, климатические проблемы, и гендерное равенство, и все, абсолютная ересь, которые, это информационные пузыри, которые имеют очень малое последовательное отношение к реальной действительности. А теперь, вот сейчас самое главное для нас и выживания всего человечества, это, в первую очередь, военная безопасность, как часть национальной безопасности стран Европейского Союза и международной безопасности, в том числе. Военная безопасность сейчас главная. Сейчас, вот, 2000, ну, начиная, в общем-то, с 2014 года, когда Москва начала противополлективного завтра, четвертую мировую гиперетическую войну, вот нормальные, психически адекватные люди, так называемые, ну, интеллектуалы, кого-то называют, они должны были провозгласить эти годы, годами военной безопасности. То есть сейчас самое главное для того, чтобы мы все выжили, могли корректировать, точнее, строить наши планы на будущее, что-то корректировать, как-то подстраиваться, ну, найти свое место в этом мире, да. Мы должны думать об обеспечении военной безопасности. И это самое главное. Поэтому в сложившихся условиях, я считаю, нужно, конечно, то есть страны НАТО должны сделать, но, да, 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 вот, нужен, вот, вот, действительно, как, опять-таки, мне представляется, хоть это звучит и цинично, но если они не понимали по-хорошему, что нужно укреплять свои армии, чтобы потом не быть пропащенным другими армиями и оккупированным, вот, то, конечно же, они должны все-таки брать на себя определенное бремя расходов и доносить, кстати, своим избирателям. Это очень важно, потому что, к величайшему сожалению, я объясню сейчас нашим встретелям и слушателям, ну, каковы мотивы Москвы на пальцы захватить страны Балтии. Ну, первые, уже давным-давно у них в заднице чешется проверить пятую статью НАТО, а поэтому они готовы положить 50 тысяч российско-фашистских захватчиков, так же, кстати, как вот и в первой фазе полномасштабного вторжения, о чем я в своей работе еще за год до вторжения написал, лишь ради того, чтобы проверить, как поведет себя Европа и Соединенные Штаты Америки, члены НАТО, если Москва нападет на страны Балтии. Вот просто протестировать. Нет, ну, нет, ну, послушайте, мы изучаем мотивы, это я объясняю нашим директорным сушным, каковы мотивы, это мотивы, правильно, то, что мы начали с Байдена, его постоянные заявления, но несмотря на то, что, да, там Трамп через своего ручного, этого самого главы комитета Джонсона блокирует помощь Украине, но послушайте, в Соединенных Штатах Америки другие существуют возможности, эксперты неоднократно договорили, показать Украине военную и военно-техническую помощь. То есть, Байден бы мог это сделать, мог, но он не смог делать. И вот эти действительно его обещания, там, помогать Украине, что мы поможем Украине, так далее, они давным-давно обесценивают. То есть, смотрите, то, что многие европейские политики делают, заявляют, то же самое Шольц, начали Таурус поставить, и это еще какие-то поставки, но они поставляют, все это обесценивает их роль как лидеров, вот еще одно, не выполненное обещание. А для Кремля это показатель того, что они трепачи, болтуны, а значит слабаки. Если они сказали помочь Украине, ну они кидают своего партнера, а Украина в данном случае сейчас, это военный партнер стран коллективного Запада, потому что она не член НАТО. Но и мышление, как Кремля, таково, раз вы кидаете вашего военного партнера, значит, тогда 100% в гарантии того, что вы кинете ваших же военных союзников. И ваш следующий фактор, и ваша пятая статья НАТО вряд ли сработает, даже в течение 20 лет. То есть, мы по максимуму конкурсируем, у нас наш кент, есть Орбан Фитца, которые будут нести нашу Кремлянскую порту. Ну хватит демагогии, Юр. Ну что ты демагогию-то развел? Вот конкретный вопрос, ты можешь поконкретнее ответить. Байден Украину бросил, и ты это знаешь, и все это знают. Может он и хотел бы, но он ни черта не может уже, да? И что вот в этих условиях делать? Вот вопрос-то я ставлю. Нет, вопрос абсолютно тупой, с точки зрения объективной логики и здравоохранения. Абсолютно некорректно. Байден не бросил Украину. Но Байден стал помогать Украине настолько мало, что Москва взяла инициативу на Авдеевском направлении. Вот захватила Авдеевку и так далее. То есть, Байден не удержал свой курс пророссийскости. Он его ослабил в пользу России. То есть, еще раз повторю. Вот смотрите, что такое вообще пророссийскость? Пророссийскость это как преступление. Они как нашим зрителям, чтобы они понимали, оценивали правильно политику. Что в преступление входит? Три элемента. Действие, бездействие и решение. Вот бездействие Байдена по непоставке вооружения Украине, оно привело, потому что в войне вакуума не бывает. Потому что из-за острого сложившегося искусственного, благодаря администрации Байдена, из-за сложившегося острого дефицита в Украине различных видов вооружений, Москва взяла на себе инициативу и оккупировала, захватила еще небольшую часть украинских территорий. Таким образом, уже Байден от среднего пророссийского курса, он стал как в воле пророссийским. А вот пишет Антон Петров, главная ошибка украинцев, что им все должны. Да ну, да неужели, как говорится. А как бы хотел Антон Петров, чтобы Украина взяла все на себя, спасла всю Европу и установила мир, и все своими силами. Юра, а где здесь ошибку увидел Антон Петров? Вам что, реально никто не должен? Посмотрите, я сейчас отвечу Антону Петрову на важнейший фундаментальный вопрос. Из-за близорукости политики Соединенных Штатов Америки, начиная с 1991 года, ну даже можно сказать с 1992, когда закончилась Третья мировая холодная война, Украину, то есть Украина от самопровозглашения и независимости, и фактически до победы Евромайдана оставалась российской экономической и политической колонией. У Украины не было элит, это были антиэлиты, правительства, которые в угоду интересов врага продавали государству. То есть, что такое вообще руководство Украины до победы Евромайдана, это просто торговцы суверенитета. И дальше, потом, когда уже Москва начала Четвертую мировую гибридную войну в 2014 году против Украины и стран коллективного Запада, то Украина стала ареной подрыва, то есть в сферах безопасности. Работала куча агентуры, не давали возможности строительства вооруженных сил, службы безопасности. Все это дело постоянно сливалось агрессору и так далее. И вот только после полномасштабного вторжения мы встали, я считаю, на пути становления, то есть мы стали, как это я называю, если кратко, возвращаться к суверенитету. Поэтому у нас нет, у нас сейчас искусственный дефицит вооружения из-за того, что в Украине были контрэлиты, которые в угоду интересов врага, они сливали, сдавали и торговали государством. А в Европе, еще раз повторюсь, что именно для Европы что важно. Украина это часть западной цивилизации, такая же, как Польша, Словакия, Чехия и так далее. Гибридная война Москвы против Украины и коллективного Запада, она идет не по какому-то нормативному разделу. Словно говоря, Польша в НАТО, Чехия в НАТО, значит эти страны защищены, они, мол, в зонтике железобетона. А раз Украина не в НАТО, значит можно ее уничтожать и творить с ней любой беспредел. Нет. Эта война идет на стыке разлом цивилизации. То есть Европа это цивилизация, Россия это антицивилизация. Антицивилизация в данном случае воюет против цивилизации. Вот в чем, собственно говоря, заключается суть войны. Поэтому если бы не было Украины, то Москва уже давно-давно напала на на страны Балтии. Тем более у Москвы во многом для гибридного сценария захват стран Балтии, ну уже многое готово. И война бы, черт, она бы просто была бы более западной. И Армения была бы давно уже под Россией. Вот то, что Армения до сих пор свободна и идет в сторону, как говорится, Европы, и уже договоренности есть серьезные и все прочее. Это благодаря вот Украине. Украина уже сделала столько для человечества, что ты знаешь, и этого бы хватило. Но она же продолжает, как говорится, делать. Ну все-таки, вот как ты видишь, Юр, ближайшее развитие событий? Ну, ближайшее развитие событий, я уже сказал, как я говорю, 2024 год, год в средней пророссийской. То есть, это стабилизация фронта и, соответственно, подготовка вооруженных сил Украины к контрнаступлению. Я все-таки надеюсь, что наш оборонно-промышленный комплекс к осени этого года, ну, более-менее станет, скажем так, то есть выйдет, но на более адекватной мощности производство различных видов вооружения. Потому что у нас сейчас оборонно-промышленный комплекс, в отличающем сожалению, это оборонно-промышленный комплекс в уровне мирного времени, а не государство, которое находится под экзистциальной угрозой существования и ведет оборонительную войну с превышающим по численности ресурсам и всем прочим показателям стратегическим экзистциальным врагом. А что касается стран Балтии, то я думаю, вот им как раз-таки, начиная с осени 2024, с осени и до самого конца 2024 года и, ну, фактически вплоть до пребывания во власти вот этого действующего московского режима, ну, фактически мы можем даже экстраполировать дальше на, то есть до конца вообще распада России и ее поражению в четвертой мировой гибридной войне стоит уделить первостепенное внимание военной безопасности. Юра, Андрейка спрашивает, вот то, что мало дают вооружение, это договорняк или это давать нечего, допустим, Европе, или какие-то другие причины есть? Смотрите, это в первую очередь кроется очень серьезные политические причины. И они связаны с тем, что правительства цивилизованных стран не объясняют своему электорату, своим избирателям и гражданам о том, что Носква с 20 февраля 2014 года ведет против коллективного Запада четвертую мировую гибридную войну. То есть Запад не назвал официально четвертую мировую гибридную войну четвертой мировой гибридной войной. Запад не объявил в своих резолюциях Российскую Федерацию фашистским государством, что имеет место быть. Да, это хорошо, что АБСЕ, 8 стран Европы, точнее парламента 8 стран Европы и 4 международных организации объявили Россию в различных формулировках террористическим государством, государством спонсором терроризма, российским режимом террористическим и несменяемой диктатурой. Но за этими всеми объявлениями должны последовать реальные действия, которые в первую очередь должны быть направлены на укрепление военной безопасности стран Европейского Союза и в том числе, безусловно, Часть Украины как часть западной цивилизации. Но пока еще раз повторю, этого не следует. То есть вот смотрите к войнам чаще всего, потому что мы сейчас опять находимся в иной фазе. В фазе активной подготовки в Москве по нападению на иностранных Балтии и подобного рода нападения приводит некомпетентность политического руководства западных стран. Потому что вот смотрите, Литва, Латвия, Эстония, их правительство уже осознали, что Москва готовится к нападению на эти страны. Но они, понятно, начали укреплять границу, мобилизировать свои вооруженные силы на защиту своих государств от готовящейся агрессии, безусловно. А вот то, что, например, Германия, потом, ну какие-то там вот маленькие страны, да, вот именно, так сказать, Германия, но имеет, послушайте, огромный оборонный потенциал. Они, вот, кстати, смотрите, когда говорят, ой, в Германии нет оружия, Германия поэтому не может вооружению помочь Украине, а вы знаете что? Это все вранье. Одной простой причине. А вот посмотрите экспорт, сколько различных видов вооружений Германия экспортировала, ну, начиная с 2019 по 2024 год. И вы просто офигеть. Вот того вооружения, что экспортировала Германия, ну, конечно, его бы не хватило для того, чтобы Украина все свои захваченные территории бы освободила от российско-машинских захвачек, но, по крайней мере, уже такие города, как Мариуполь, Мелитополь, ну, фактически вот весь юг Украины, за исключением Донбасса, то есть, иными словами, фактически возвращение к границам 23 февраля 2022 года было бы возможно. Вот на Швецию, на Финляндию вы очень надеетесь сильно или как? Ну, дело в том, что, естественно, по одной простой причине, что Швеция и Финляндия не заинтересованы дожидаться, пока Россия на них нападет. Ведь я же неоднократно нашим зрителям слушателям говорил, что Ленинградский военный округ восстанавливается в первую очередь для того, чтобы осуществить блиц-крик военное нападение на страны Балтии, которые, безусловно, вне зависимости от того, решит ли Москва, точнее, решит ли решат ли страны НАТО применять пятую статью или нет, будут в зоне будущего вооруженного конфликта с Москвой. Вот больше будет вовлечена, безусловно, потому что там будет пробивать Москва, будет пробивать Сувалковский коридор и, соответственно, Швеция, Норвегия и Финляндия. Эти три скандинавских страны, возможно, даже Дания, они будут, собственно, буквально с первых дней вовлечены в оборону НАТО и страны Европейского союза от московской агрессии. И поэтому, естественно, им выгодно, чтобы подобные трагические события не наступили, передать Украине как можно больше различных видов вооружений, чтобы Украина, ну, буржуровные силы Украины начали, наконец-то, российско-фашистским захватчикам наносить неприемлемые удары и тяжелые потери. Опять, я вот сегодня открыл статистику Генштаба, сколько нам сообщили за сутки, всего только было ликвидировано 952 российско-фашистских захватчиков. Ну, это мало, это мало, потому что вот хотя бы, я уже неоднократно, я послушаю, я авторскую методику целую разработал, пожалуйста, на сайте Российского форума, она есть, хотя бы от двух до пяти тысяч необходимо уничтожать российско-фашистских захватчиков, хотя бы, потому что из-за вот этих малых потерь, из-за того, что Россия несет малые потери, понимаете, в Украине, то вот та масса, а это же как физика, это как сообщающий сосуд, она будет накапливаться, и потом, соответственно, у агрессора будет просто больше желания напасть на страны. Вот если, как говорится, принимать во внимание вот эти цифры, которые ты очень часто называешь, которые с вашей стороны, то никак не меньше миллиона российских солдат уже уничтожено. Россия дает другие цифры, у них даже 50 тысяч не получается. И вот где оно, где, правда, посредине лежит, а где эта средина? Ну, смотрите, я почему ориентируюсь на те потери, которые публикует Генеральный штаб вооруженных сил Украины, потому что неужели неоднократно различные асинт-аналитики, потом западные разведслужбы в своих несекретных частях докладов публиковали примерно схожие цифры потери российско-фашистских захватчиков в Украине. Поэтому у нас уже априори сложилась презумпция, доверие к той статистике, которую публикует Генеральный штаб вооруженных сил Украины. Да. А то, как рассказывает Москва, что сколько они там уже сотни F-16 уничтожили, тысячи этих самых Хаймарсов и так далее, и там десятки, там Петли, ну это же, понимаете, даже человек, который с психикой дружит, то, естественно, он эту ситуацию не осмыслит просто. То есть, ну, в силу объективной логики то, что транслирует Москва, это осмыслить невозможно. Юра, ну вот ладно, вот сейчас, в ближайшей неделе, я думаю, страны Балтии не под угрозой, потому что выборы, вот 17-го числа Путин блестяще победит, станет президентом, и через несколько дней даст приказ, как говорится, нас по странам Балтии пли, и сразу по всем, и Эстония, там Литва, Латвия, они ж малюсенькие, чего там бомбить-то? И вот, как ты предполагаешь, какой будет немедленная реакция вот стран НАТО и Европы? Будут совещаться, Рамштайны проводить, коалиции создавать, или что будут делать-то? Конечно, они будут осмотреть, и вот возникнет интересная ситуация. Страны Балтии, конечно, они будут отражать обороны, безусловно. То есть, вот опять-таки, смотрите, ситуация повторится с Украиной, потому что многие думали, ну как, сейчас Москва, полномасштабное вторжение, все, если эта армада войдет в Украину, Украина падет, не выстоит, и так далее. Были такие по себе пессимистички. Плюс еще говорили, ну смотрите, Украина, она разрозненная, тут часть Запорошенко, ненавидит тех, кто там за Зеленского, здесь какая-то, включаясь в телеканал, один срач, какие-то люди все неадекватные, друг друга оскорбляют, типа, да ну тут, ну настолько, мол, все гнило, что только даже небольшую группировку войск веди и вся эта страна посыпится. Вот примерно такое же понимание в Москве существует в странах Балтии и Европейского Союза, что, мол, куча различных противоречий, плюс мы сейчас за счет своей агентурии эти противоречия усилим, будем тут разжигать, накаливать ненависть и фактически тоже вот такой небольшой группировкой, там примерно в 200-300 тысяч российских фашистских захватчиков мы сразу за три дня все три страны Балтии захватим. Но к чему это приведет? Это приведет к тому, что народы Балтии и даже те русскоязычные, которые там проживают, это же, кстати, легенда прикрытия эскалации, отношения со странами Балтии, что якобы русскоязычных там притесняют и так далее. То есть эти люди, в самом большинстве, они тоже возьмут оружие и будут воевать против орков, которые так же, как и они, разговаривают на русском языке. Ну и, соответственно, это еще больше сплотит объединит Европу. То есть как бы Москва не воевала против стран Балтии и Европы, то эту Европу будет больше объединять и сплачивать. Я лично считаю, что вероятность того, что дойдет до ядерного столкновения, она мала. По одной простой причине, что в Соединенных Штатах Америки существует такая военно-политическая концепция под названием «быстрый глобальный удар». Можете загуглить и это все дело почитать. Поэтому, то есть, поскольку Соединенные Штаты Америки с их союзниками, они имеют огромные преимущества в ракетном вооружении, даже не ядерными средствами обычными вооружениями могут быстро, в течение нескольких часов уничтожить все шахты, пусковые установки и фактически все основные носители ядерного оружия у Москвы, которые она имеет. А если даже эти неповоротливые ракеты выйдут, типа там «Сармат», «Ярс», «Туполи» и все и так далее, то их уничтожат еще на низких космических орбитах. Соединенные Штаты Америки тоже достаточно вооружение. Если в Украине циркон уничтожают и кинжал, то уничтожат какую-то бандуру, которая имеет три ступени и вылетает на низкооколоземную орбиту до тысячи километров, потом она там меняет свою траекторию. Ну, вы представляете, это в несколько часов должно пройти, пока она доставит ядерный боезаряд, начиная с момента старта и ее окончательного приземления. Поэтому это все лажа, что касается там стратегических сил сдерживаний и так далее. Но это, смотрите, это в принципе то же самое, что, например, у Москвы там, значит, 8 было крупных военных кораблей, что они там все крутые, в Черном море поплавали, и тут вдруг такие маленькие лодочки, там у них от 300 до 500 килограмм, вот эти безэкипажные катера «Магура» уничтожили вот эти крупные здоровые корабли. Вот то же самое я говорю. Да, это, кстати, так называемые стратегические ядерные силы, это тоже из этой оперы. Поэтому закончится агрессия Москвы против Станбалтии и распадом России. Если кратко, если кратко закончится еще раз, распадом России, потому что страны Балтии будут сопротивляться, скандинавские страны им помогут и Польша отбросить российско-фашистских захватчиков даже без применения пятой статьи, как мне кажется, потому что пока они там будут думать, то это все в дальнейшем приведет к изменению международной безопасности, будет устав НАТО изменен, будут убраны оттуда бюрократические процедуры, их максимально, то есть на будущее применение статьи пятой НАТО будет упрощено, и Россия после этого распадется. Юра, понятно технические возможности США, понятно стран Европы, понятно технически, но ко всем к этим техническим возможностям нужна еще мощная политическая воля. Вот ее-то где взять, ее-то нет. Была бы политическая воля, не было бы третий год. Что? Смотрите, у нас политическая воля есть, это украинский народ и его военно-политическое. Да я не Украину имею в виду, при чем тут Украина, я имею в виду Америку, Европу. Смотрите, что касается Соединенных Штатов Америки, то конечно кресло лидера свободного мира, оно пустует после ухода от власти Рональда Рейгана. Да, Рональд Рейган это был последний лидер свободного мира. От первого лидера свободного мира президент Украины Владимир Зеленский. Ну, тоже, как говорится, под сомнением, как говорится, вот это утверждение, но я не буду. Это что значит под сомнением? Если Украина воюет еще раз за весь цивилизованный мир, вот просто уперите Украину с карты, с политической карты мира и Москва тоже упадет. Ну вот никак я не отождецвляю украинский народ и президента Зеленского. Но сейчас мы об этом уже спорить, как говорится, не будем. А я объясню, значит смотрите, в вопросах обороны государства от российско-фашистских захватчиков народ и президент един. Поэтому они здесь неотделимы, вот в вопросе обороны. Вот, знаешь, если бы политическая воля была в США, войны бы этой уже не было. И в Израиле политическая воля со стороны США проявила себя, ну, уж очень сильно скромно, понимаешь? Так что разочарование есть, Юр, и очень большое разочарование. Я думаю, не только у меня, у тебя оно тоже есть. Ну, смотрите, что касается Израиля, то там даже хуже ситуация, потому что даже сам Пайден препятствовал реализации Израиля по созданию демитализованной зоны в этом ананклаве секторе газа. Ну, вот что я тебе скажу. Израиль более самостоятельная страна, чем Украина. Это страна, у которой ядерного оружия нет, но если надо, она его применит. У неё вообще своё мощное вооружение, если на то пошло она и без Америки управиться. А вот у Украины другое, согласись, положение. Ну, смотрите, в Украине, я считаю, сейчас, я неоднократно об этом говорил, нужно поставить сверх задачи до конца 2024 года производить все виды ракетных вооружений. Кто поставит эту задачу? Ну, кто эту задачу должно ставить военно-политическое руководство, президент Украины. А чё же оно не ставит? Ну, вот оно не ставит, поэтому мы и страдаем. Вот сейчас в Киеве, пока мы говорим, звучит воздушная тревога из-за того, что НИК-31, который является потенциальным носителем ракеты «Кинжал», взлетел. То есть, у нас СПРМ, то есть, система предупреждения ракетного нападения сработала, вражеский самолет обнаружен, но мы его не можем уничтожить, потому что у нас нету соответствующих крылатых и баллистических ракет, чтобы его перехватили и уничтожили. У нас и нету такого уровня беспилотных летательных аппаратов. Вот это всё нужно производить. То есть, смотрите, я неоднократно об этом говорил. Создание военной организации государства, мобилизационная экономика, мобилизационный сценарий развития и суверенный оборонно-промышленный комплекс, интегрированный в оборонно-промышленный комплексы стран НАТО. В этом наше спасение. Ладно, не буду спорить, Зеленский лидер свободного мира, пусть будет так. А почему же лидер свободного мира за два года не озаботился, чтобы Украина в вооружении своё начала делать? В достаточном количестве, а не в штучных экземплярах. Ну, я хочу сказать, да, в этом действительно есть безусловный минус. Так это главное? Да. И хотя, кстати, вот в этой связи, потому что некоторые говорят, ну вот агрессор будет бомбить, прилетает и так далее. Ну вот посмотрите, Великобритания 1940 года, тот год, когда Гитлер напал на Великобританию. У британцев вообще не было ПВО, и она как раз-таки по системе ПВО, она появилась в Великобритании, это изобретение Великобританцев после бомбёжек Лондона и других крупных британских городов. И что делали британцы? Они в глубоких бомбоубежищах, в катакомбах, в различных подвалах, подземных помещениях изготавляли вооружение. Вот, собственно говоря, так же в Украине нужно перейти на круглосуточный режим работы. И вот более того, ну вот я даже с себя, например, начну. Я там почетный консул ЧСК, но я лично считаю, что у нас должна быть в стране объявлена, ну так назовем ее, военная повинность. Что это такое? Я отработал свой рабочий день и обязательно обязан прийти в любой сборочных цехов и три часа поработать на предприятии оборонно-промышленного комплекса. То есть, условно говоря, собрать несколько разгонных блоков для крылатых ракет. Или собрать там один-два беспилотных летательных аппаратов, то, что я смогу сделать за это время. И так каждый гражданин Украины, отработав на основном месте работы, должен прийти на предприятие оборонно-промышленного комплекса и в силу своих возможностей, знаний и способностей поработать на благо своего многострадального отечества. – Да. Ну что, Юр, наш эфир, наверное, подходит к концу. Если ты еще чего-то хочешь сказать, то скажи. – Ну, смотрите, на сайте Kiprus Daily News, я просто кратко проанонсирую, завтра или, скорее всего, послезавтра, но в любом случае, на этой неделе выходит моя большая аналитическая заметка, лангрид, как это сейчас принято говорить, о неминуемости нападений Москвы на страны банки. И там я рассматриваю исторический контекст и фактор логический, ссылаюсь на источники ряда влиятельных американских журналов в сфере внешней обороны и политики, первичные статистические данные, и, соответственно, раскрываю планы Москвы и присвокупляю, почему нападение Москвы на страны Балтии в самое ближайшее время не минуем. – Да. Ну что, спасибо, Юра. В общем-то, я думаю, эфир у нас важный с тобой получился, удачно тебе эту неделю пережить и не пропадай, и не уставай так сильно, а то ты такой сегодня усталый, что мне тебя сильно жалко. – Ну что, что, да, такова работа, приходится уставать.